В нашем районе, там, где вот именно корабель, мы выживали сильнейшие. Англичанин? Английский учил вообще в школе? Я смастерил самогонный аппарат, но это была разовая акция, короче. Какую мебель, блядь, в нее покупать? Треугольную, блядь? Что в этот угол, блядь, вот унитаз поставить с дверью, блядь? На нас напали, короче, гаянские нигеры, короче, и засадили мне нож в шею. Блин, если эта мама будет смотреть, мне пизда. Застрял я там на 10 месяцев, и жизнь меня, к томуому, конечно, не готовила. Проект называется «Время пить чай». Типа сидим, пьем чай с интересными людьми города, и разговариваю об этих интересных людях города. Выбираю сам, либо где-то кто-то советует. Проект молодой, этот выпуск пятый, в этом году он первый. Поэтому... Привет, спасибо. Привет, Патрик. Спасибо. Почему Патрик? Это давняя история, еще с, наверное, годов, так, с 14-13, не, скорее, с 14-я. Изначально, типа, погоняла была «Патриот». Ага. Его дал мне «Маус». Это один из первых татуировщиков Украины, который, типа, тоже выходец из Николаева, типа, с Октябрьского, в частности. Типа, наш давний норук, типа, наши старшаки, так сказать. Вот. Потом он переехал в Киев. Ну, короче, как-то мы зависали просто на хазе у чувака, и... Типа, вот, он... Я тогда, короче, ушел, типа, немного в правое движение, и... Как немного, немного. Вот. Ушел в правое движение, типа, и... Как бы, как такового погоняла у меня не было, было там, со времен панк-рока, типа, там, абсолютно другое. И, типа, как-то в один из вечеров они пришли, и он такой, типа, тоже будучи в этом движении ранее, типа, спросил, типа, а что это я, короче, на ботинках, типа, на белых шнурках, типа, там, там, все дела, короче. Я говорю, ну, типа, патриот, он такой, патриот чего, я говорю, ну, Украины. Короче, я стал патриотом Украины, еще до мейнстрима всего этого. И, типа, ну, так, типа, патрик, патрик, ну, короче, патриот, патриот, ну, короче, потом уже с годами все это переросло, типа, в сокращение, и стал я патриком. Понятно, но патриотом Украины ты не перестал быть? Ну, конечно, нет. Я как-то помню, ловил новость, когда в 14-м году у тебя была свадьба. Ну, да, была свадьба. И все средства подаренные вы отправили в армию, да? Так и есть. Все, да, пошло на поддержку нашей украинской армии, в частности, 79-й до нашей ээромобильной. Прекольно. По Патрику еще сразу вопрос, пока я это все не забыл. На логотипе Хмельного Патрика ты? Нет. Была идея, короче, от собственников этого заведения, потому что я знаю, в частности, и одного из них, это Волоченко Александр. Вот, и когда они только открывали, ну и сына его знаю, там, и друг детства, вот, когда они только там начинали открывать этот папчик, короче, отец говорит, так, а что вы, типа, паритесь, давайте, говорит, Патрика сфоткаем и ляпнем его на эмблему. Ну, а там же на эмблеме вот какой-то чувак, секар. Ну, там чувак, да, секар, но это не я. Это не ты? Нет, я, хотя, типа, ну, было бы забавно, если бы туда меня... Почему-то казалось, что это ты. Нет, да? Нет. Ну, доброе утро. Доброе утро. Смотри, тебя окружает много каких-то прикольных штук, в плане, знаешь, там, байки, какие-то велосипеды интересные, да, мотоциклы, сноубординг, какие-то пластинки, какой-то олдскул, американский стиль, любовь к приключениям и прочие, вот эти движухи, ламповость. Откуда оно в тебе появилось и что, возможно, ты помнишь те моменты в своем, там, детстве или когда, когда в тебе это начало зарождаться? Ну, изначально все это пошло от нашего Николаевского, Октябрьского, в частности, телеканала, телекомпании «Норма», которое в моем детстве запустили, типа, американское НТВ, по, типа, нашему советскому телевидению, тогда еще, как бы, там, постсоветскому, где я уже начал, типа, замечать, типа, в возрасте, там, от шести до восьми лет, короче, нормальную музыку, типа, прогрессивную какую-то, там, запад. В девять лет я купил осознанно, типа, вот, там, пойдя на рынок с отцом, просто, там, этих, прилавочках, короче, купил себе первую кассету «Металлики» в девять лет, типа, знаешь, там, для меня это прям, вот, и, в принципе, вот тогда неформальная тусовка, типа, Николаева была, ну, довольно прогрессивная и довольно разносторонняя, короче, развита, то есть, было отдельное движение рэперов, брейкдансеров, было отдельное, там, движение каких-то клуб, ну, клубной тусовки, типа, тогда, ну, это рейвы были еще, так называемые, короче, были неформалы, там, были панки, были, короче, скинхеды, были гопники, и, вот, в нашем районе, там, где, вот, именно Корабельным выживали сильнейшие, типа, мы, мы также ездили, типа, на центра, потому что в центре был, там, один из первых неформальных, типа, магазинов «Платан», который существовал, там, я не знаю, сколько лет, но будущее, там, уже годом своим пятнадцати, он, короче, как-то отошел, типа, походу, он даже где-то, там, недалеко от карата был, я, вот, честно, я даже не помню конкретно, где он был, я помню, было, там, два двора на советской, там, торба и рыбные, где, короче, зависали в одном неформалы, типа, во втором рэперы, эти войны, там, через дорогу, типа, вот, когда, типа, потом, после этого всего вечером все собирались и бухали один и тот же самогон, типа, из бутылки, типа, но днем надо было, типа, повоевать, там, короче, вот, и эта культура меня привлекала больше, чем так, в которой я жил у себя на Корабельном, типа, райончике, где, в основном, преобладала бык-тусовка, и как-то вот так оно все одно за одно, плюс все-таки старшаки вносили, короче, резонанс в нашу, типа, обыденность, когда мы, глядя на них, типа, там, подражали, потому что у них уже был более, как-то, ну, типа, больше выход на это все, короче, то есть эти первые пирсинг, типа, там, мастера и тату мастера, это тоже, там, выходцы с моего района, такие, как, там, Ваха, тот же Маус, ну, все эти, мы, глядя на них, то есть, когда они, там, ставили эти первые туннели в Украине, короче, там, первый пирсинг, типа, все-таки это все привезено, опять же, там, с Америки, с Запада, откуда-то, типа, мы на это смотрели, и в 14-15 лет, ну, уже, типа, там, тоже начинали, типа, там, делать первые татухи, типа, первые проколы ушей, типа, и вот это все, типа, там, выбривали ирокезы, и панковали, короче, кто-то, там, просто, типа, там, зарастал, как баракез, короче, тусовки на недостроенных, типа, домах, типа, это вообще, ну, типа, испокон веков было, короче, в нашем. Какая музыка вдохновенная? Музыка, панк-рок, ну, первый, понятно, там, типа, там шло, типа, без разбору, главное, типа, потяжелее, то есть ты, там, покупал металлику, сепультуру, типа, Абитуэр и Каннибал Корпс, типа, и, ну, не разбираюсь ни в стилях, ничего, типа, даже не понимаешь, там, поют, главное, амузоны драйв, потому что, да, да, потому что качают, и, типа, все, именно, вот, дальше, там, уже пошло, да, ну, как бы, прошел этот период всего подряд, там, ты уже начинаешь, короче, выбирать, то есть я ушел в панк-культуру, ну, и, в принципе, как бы, до сих пор, там, панк-культура, вот, того времени это какая была у тебя, это был гражданский порог, или, ну, Sex Pistols, Exploited? Нет, там начиналось, типа, вот, Exploited, Sex Pistols, пару кассет было, No Fix, Dead Kennedy, потом появились уже наши исполнители, причем, я не знаю, как, ну, типа, почему-то зарубежные появились раньше. Наши, которые... Наши, это, типа, Naiv, Tarracan, вот эта волна... Гражданская оборона, Purgent, то есть вот эта музыка. Ну, и, блин, как бы, до сих пор в этом всем вот так и варишься. Кто, наверное, был кумиром в то время, вот, например, у меня, знаешь, там, кумир был, как всегда, там, Макс Кавалера, да, я смотрел на него, и думал, бля, ебать, какой я нахуяный чувак. Ну, и, как-то, вот, я, глядя на него, иногда даже, знаешь, как-то ходил по улице, там, в каких-то широких шортах, такой, типа, блядь, а-ля Макс Кавалера, ну, такое что-то. Ну, был, да, конечно, ну, типа, понятно, там, Нирвана тоже не прошла, короче, потому что, там, период такого, короче, гранжерства тоже присутствовал, ну, типа, ну, постоянно, как бы, вот, наверное, из зарубежных это был Сид Вишес, из наших это, типа, Егор Летов, потому что, когда приезжал Егор Летов в Николаев, это было просто, вот, знаешь, из серии того, что, типа, только расклеили эти афиши, короче, на столбах, я в этот же день просто срываю, приношу домой, мне, там, 14 лет, клею к себе, блин, просто так, на стену, на обои, и сверху, там, до концерта осталось, там, 60 дней, 59, 58, и ты там вот это, выписываешь, ждешь этот концерт, который здесь был в кинотеатре Ильича, который сейчас, там, эти львивские круассаны, короче, когда туда съехалась просто, там, весь юг Украины, если не весь, не вся Украина, то есть, блин, такое количество неформалов, я, наверное, видел, вот, только на Тавридских играх, за год до этого, короче, когда, ну, там, тоже, там, я не помню, я приехал с пенерского лагеря, мне было лет 13 или 14, то есть, да и, когда мать меня не отпускала, там, с моими друзьями поехать в Киев, когда ехала, там, движуха 15 человек всех моих друзей, она такая, нет, нет, а тут я приезжаю с лагеря, ко мне приезжает чувак, куда-то с центра, там, которого она видит первый раз в жизни, говорит, вот, мы собираемся на Тавридские игры, и мама такая, да, да, конечно, я не знаю, может, она просто не понимала, где они будут проходить, и мы на электричке, ночью, там, пиздуем в эту Новую Каховку, потом пешком по трассе, потом, короче, там, с этими баулами, которые нам напихали, там, этих пирожков, типа, спали просто на берегу Днепра, и, ну, там была неформальная, блядь, движуха, ну, которую, вот, именно, знаешь, когда ты реально возле этой музыкальной школы видишь, там, тысячу, короче, человек, то в ракезах, то волосатых, все там сидят, играют на гитарах, короче, что-то тусуются, бухают, короче, тебе 14 лет, и ты такой, ебать, вот это круто, вот, ну, и вот, примерно такого же формата был здесь концерт, когда съехались все, и ты такой, блядь, когда гопники, там, разносили, типа, неформалов, там, знаешь, типа, по центрам и по районам, то тут они просто, блядь, даже не появлялись в эти дни, короче, потому что такое количество нефоров и панков было, короче, причем, там, из Кины поприезжали, там, мусора стояли с кастетами, вот, первый ряд, короче, от сцены, просто, блядь, у каждого было по два кастета в руках, я не знаю, ну, типа, просто там, чтобы держать оборону, типа, Летова или, чтобы не гражданскую оборону, именно, да, такое, и гасили типов, короче, причем, ну, знаешь, типа, все сначала зашли, там, эти деревянные ряды стульев, все посадились, там, типа, сидят, ждут, выходит Летов, и все, все повылазили на эти, короче, ряды, начинают, там, что-то, ва, короче, кач, тут смотрю, рядом со мной слева, там, какого-то панка, мусора уже дубинами прибивает, я не понял вообще из-за чего, но, короче, все так было весело, потом мы прорвались еще к нему в отель, гостиница Николаев, короче, за автографами, там, у меня до сих пор лежит диск, там, с надписью, на добрую память Егор Летов, и для меня это, короче, прям, вот, до сих пор, типа, я этим горд. Если в плане собирать, вот, я читал статью, опять же, старую Никлайв, там, экскурсия по вашей квартире, там, ну, какие-то коллекции, там, спичечных коробков, пенилов, очков, коллекционируешь? Ну, очки уже, как бы, так, постольку-поскольку, типа, ну, люблю очки, да, всякие разные, короче, прикольные, то есть, там, до сих пор покупаю, то есть, независимо от того, что у меня там есть парочка любимых, которые я таскаю постоянно, но, если попадаются какие-то прикольные, я все равно их беру, то есть, даже если они будут просто лежать там, ну, типа, ждать своего часа, типа, есть у меня, да, там, коробка с очками, типа, до сих пор собираю спички, типа, вот, со всего мира, то есть, так как, типа, мотаюсь, типа, по работе, по морям, типа, везде спички по-любому, типа, до сих пор, типа, и... Винил, ну, типа, винил, нет, но винил, типа, это у меня, как, он такой, знаешь, типа, если я, ну, вот, случайно, где-то, там, получается, какая-то пластиночка прикольная, то есть, даже не в плане, там, ракешник, типа, знаешь, а вот просто, там, просто, да, там... Ну, ты слушаешь их, или так? Что-то слушаю, да, там, по возможности привожу, там, вот, во Freedom, типа, там, чуваки, короче, ну, у Игорька, там, стоит, ему подарил, там, лазил по колосам у нас, нашел, просто, там, типа, пластиночку брейк-данс, просто написано брейк-данс, да, и там, короче, как это, там, чувачки какие-то фотографии, ну, и все, хотел сначала Денчику подарить, это вот, да, Сникер-фанатик, короче, ну, короче, первым попал к Игорьку, и такой, ну, блядь, ну, не будешь я его возить, там, вот это, блядь, пока ему подарят, раз у них есть винил, типа, ну, все, типа, причем, один из чуваков, как раз этот день был у них, типа, и... Ну, он уже не успел. Не, не в том плане, что, типа, просто... В том плане, что он не бить. Он присутствовал, типа, такой, да, нормально, музычка, ну, типа, 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 все, там, заценил. По поводу ездил по всему миру и коробка, ты ходишь в рейсы. А сколько лет ты уже моряк? Ну, если не считать того, что, короче, я, там, когда-то в детстве, типа, ездил на Кимурскую Косову, типа, там, от завода Николаев, типа, этого, длинноземного завода, типа, когда, там, устраивали турпоходы за грибами, знаешь, у нас, там, катером 150 человек вывозили туда, типа, это были мои первые морские прогулки, короче, то, вот, с 18 лет, это уже, получается, там, 16, почти 17, ну, короче, 16 лет. И какой график? По-разному начинал, короче, я, вообще, там, типа, первый контракт у меня был 7 месяцев, потом, короче, там, по 5-6, ну, у меня получается так, то есть, я когда начинал, для меня, ты знаешь, как бы, то есть, ты вот, типа, только начинаешь свою рабочую карьеру, тебе надо искать работу, то есть, ты ищешь, короче, и какие-то новые компании, лучшие, там, типа, условия, там, зарплаты, и, там, ты мог, короче, просто из-за того, что у тебя нет опыта, ты мог ходить, там, как дурачок, типа, с этой папкой документов, вот, как я, интернета, как такового, ну, типа, развитого еще не было, и ты приезжаешь, типа, в Одессу, там, в 7 утра, там, знаешь, встаешь в 5, чтобы приехать пораньше, берешь эту папку документов, выписываешь, типа, там, список, короче, компаний, адреса, берешь карту, потому что, типа, нету никаких телефонов и навигаторов, и ты с этой карты, как дурачок, ходишь, там, ищешь, где же это, дома, это, вот, ты еще, там, в Одессе, это же прекрасный город, на котором, типа, одна табличка с названием улицы, на всю улицу, знаешь, типа, и ты ходишь, вот это, там, типа, а что за улица, хер его знает, а ты уже три раза прошел вот так вот мимо этого офиса, вперед-назад, а он просто вот тут где-то перед тобой был, знаешь, типа, ну, они что же, там, шифрованы, то есть, там, нет, ну, это сейчас уже, там, знаешь, модные есть, которые, там, надпись такая, но эти модные, чтобы попасть, там, это надо было, чтобы ты уже, там, короче, был каким-то прохаванным моряком, ну, а тогда ты ходил просто, как дурачок, типа, и вот, ну, как бы, знаешь, из-за этого, типа, вот, ты нашел, там, одну компанию, там, раз, рейс сделал, понял, что это полная, типа, параша, что-то, я, там, кидал его, короче, там, Я сделал первый контракт, отработал 7 месяцев, потом еще дома сидел 3 месяца ждал за последние 4 зарплату. Причем работали мы вообще без контрактов, потому что просто на честном слове. Ну и такое, короче. Следующая уже была лучше, зарплата больше, но пароходы убитые, короче. То есть ты работаешь 6-5 месяцев, потом ты понимаешь, что под украинским флагом это вообще полное говно работать, потому что наши компании, ну, цена-качество это полная отстоя. И ты уже для себя делаешь выводы, нет, я хочу работать в нормальной компании. То есть даже не зная нормального языка, я понимаю, что надо его учить по-любому, чтобы зарабатывать больше и работать поменьше. Ты идешь в иностранную компанию, начинаешь опять с низов, опять потихоньку поднимаешься. Ну там уже контракты поменьше, 5-4 месяцев. Ну так я отработал где-то лет 8-9 в таком режиме. То есть там начиная от 6 типа, потом снижая 4-5 месяцев, короче. Потом вот сейчас последние 7 лет работаю в офшоре, то есть нефтяной именно в отрасли, на буксирах. То есть мы там 6 лет работал в Саудовской Аравии, мы там занимались снабжением нефтебуровых вышек, то есть возили там всякие материалы необходимые типа для бурения. То есть там начиная от буров, химии всякой там, цемента, короче, воды, топлива, все, что им надо, все мы поставляли. Последний контракт, тут я ушел, компания Мобил сейчас открыла, произвела типа нефтеразведку в Гаяне, это маленькая страна там между Бразилией и Колумбией. Вот то, что раньше типа Венесуэла была одним из лидеров, ну Венесуэла и Саудовская Аравия, грубо говоря. То Венесуэлу там обложили санкциями, типа сейчас вот Мобил провел разведку в Гаяне, то есть нашли там охренительные залежи типа нефти, сейчас бросили туда огромные мощности типа на добычу. И я попал туда, но там немного другая работа, то есть мы работали тоже на буксире, но занимались чисто вот коннекшеном танкеров к этой буровой, то есть он подходит, мы его там, три буксира берут, его подводят аккуратно, то есть там, чтобы никаких там столкновений, ничего не было, то есть там подают конец, все швартуют, два буксира его удерживают, мы подходим, берем шланг, подаем его на танкер, танкер его коннектит, все, потом мы третий подсоединяемся и удерживаем на позиции, пока они там полтора-двое суток бункируют этот танкер. Потом отцепляют, все, они уходят, и мы там две недели стоим, ждем, типа просто катаемся там вокруг этой вышки, ждем, типа, следующий танкер, ну, постоянный стендбай, то есть если вдруг что-то надо, то есть мы там подошли, что-то помогли, привезли, отвезли. Ну и застрял я, да, вот с этим карантином, с этим коронавирусом, макаронавирус, вот, застрял я там на 10 месяцев, и жизнь меня, к тому, конечно, не готовила. Чем там можно заниматься в свободное время? Заниматься можно, ну, как бы свободное время, это тоже такое, типа... Нет, там, да. Смотри, работаешь ты 6 через 6, 6 часов ты отработал, 6 часов у тебя есть на отдых, 6 часов ты отработал, 6 часов на отдых, у тебя вахтенный метод, и отработав 6 часов, ты идешь, пока ты поел, пока ты там принял душ, ты же сразу тоже там, типа, не пойдешь спать, ну, там, надо посидеть что-то в телефоне, в интернете, там, надо пописать родственникам, там, друзьям, там, как дела, что-то туда-сюда, что-то почитать, там, покурить, походить, там... Ну, 2 часа у тебя слетело, то есть, там, 4 часа, пока ты лег, пока ты уснул, то есть, я человек такой, что я не могу, там, у меня есть, там, ребята, которые работали со мной, приходят, пожрал, лег, все, и он вырубился, типа, я так не могу, не надо, то есть, ты ложишься, пока ты там, туда-сюда, короче, уже пора вставать, да, и тут у тебя там остается 3 часа, ну, плюс ты, допустим, днем я не могу спать, то есть, я... или вечером, ну, типа, ночью-то нормально, короче, потому что я работал с 6 утра до 12, и потом с 6 вечера до полуночи, то есть, ночью, окей, ты там, с полуночи пошел, типа, раз, сразу вывалился, типа, и спишь. Днем я прихожу, ну, что, только обед, типа, ну, куда спать, ну, типа, там, прошарился, все, то есть, ну, и так получается, что, типа, там, 6 часов, там, ну, в лучшем случае, ты в сутки спишь, ты знаешь. Ну, и выходного нет никакого. Выходного нет, вообще, да, это постоянно, да, вот так, ну, вот, на 10 месяцев я там застрял, 10 месяцев ты в таком режиме, типа, ну, жесть, да, конечно. Ну, а чем занимать? Не, ну, если есть свободное время, понятно, там, есть рыбалка, там, охренительно ловится тунец, то есть, блин, больше рыбы, чем там, я не видел, ну, именно, конкретно, тунца, то есть, просто его там настолько много, что, ну, типа, вот, при желании одного, там, в минуту можно доставать, ну, типа, при умении, потому что мы на ловшились, то есть, там, там есть летучка маленькая, вот эти рыбки, короче, летающие, типа, ну, за ночь они тебе, там, на палубу напрыгивают. Сами? Сами, ну, типа, они там от тунца сваливают, потому что тунец вот именно, только ими и питаются, есть еще маленькие кальмары, короче. Там, где за ночь их нападало, там, ну, типа, ты пошел, утром встал, по палубе, там, штук 10 насобирал, при желании на эти 10 штук, вот, при нормальной, тебе 10 тунцов, причем, ну, это тунец такой, там, килограмм на 30-35, ну, такая вот туша, короче, ты его, ну, типа, понятно, срывается, то есть, там, ну, типа, хорошо, там, на 10 рыбок 5 тунцов тут вообще, ну, типа, беспокойно. Я выведу на экран фотку у тебя с Инстаграма, да, ты с ними стоишь, как раз там есть эта фишка. Это вот, ну, типа, причем капитан у нас, там, он в один момент, он просто начал дуреть, короче, блядь, мы ему говорим, типа, чувак, ну, нахера ты, блядь, ловишь, вот, там, 10 штук, блядь. Вот мы поймали одного-двух, да, типа, ну, типа, вот сами, да, мы с расчетом того, что, окей, там, один у нас пойдет, там, типа, на уху, на стейке, короче, сейчас, второй, типа, там, мы зафигачим бастурмы, там, типа, салат какой-то, типа, стунца, причем, там, филиппинцы прикольно салат делали, типа, на, как хе, если знаешь, что такое хе, то есть, это сырая рыба, там, она, типа, уксус, там, типа, лук, там, лимонный сок, что-то все, короче, там, держится, там, чуть-чуть сахара, короче, потом это все отжимается, короче, и все, он там маринуется, утром ты его уже можешь хавать, короче, очень круто, типа, плюс, типа, вот эти вот, просто там, нарезать, там, залить его, там, какой-то, типа, этим соусом, типа, соевым, там, знаешь, ну, как тартарчик, такой, знаешь, там, зафигачить, ну, просто мы уже, мы извращались с этим тунцом, мы же что-то только не делали, мы пельмени с него лепили, пироги мы с него пекли, короче, и, типа, салаты, и, там. Это помимо того, что вас там кормят? Да, кормят, ну, типа, вот, просто, ну, типа, уже, знаешь, там, тоже, там, все зависит от повара, первый повар был нормальный, типа, он, там, выготавливал, там, европейскую кухню, там, индусам готовил, там, филиппинцы, там, типа, все, второй приехал, ну, такой, короче, знаешь, олень, ты ему, типа, объясняешь, короче, он, типа, рива тебе помахал, сделал полную парашу, ну, типа, ты ему уже даже говоришь, как сделать, типа, он, ну, все равно, короче, типа, напортачил, вот, поэтому, ну, типа, я питался один раз в день, типа, вот, в обед, утром я не могу хавать, типа, я просыпаюсь, там, кофе попил, сигаретку покурил, все, в обед я прихожу уже после вахты, нормально себе, там, первое, второе навалил, поел, мне хватает, там, ну, на весь день, типа, вечером, я же говорю, вот, мы, там, наловили тунца, типа, свежак, там, стейки, пожарил, типа, овощей накрыл, типа, ну, там, знаешь, все, порезал, классно. Ну, никакого алкоголя? Алкашки нет, ну, типа, как, ну, если это не увидит мое начальство, я смастерил самогонный аппарат, ну, это была разовая акция, короче, просто первые три месяца, пока не было локдауна, типа, мы работали в таком нормальном режиме, ну, независимо от того, что мы заходим раз в месяц в порт, все остальное время мы, там, базируемся возле этой вышки, типа, ну, можно было выйти в город, там, взять какой-то ящичек пивка, короче, там, бутылку крепкого, потому что тоже на проходной тебя могли, типа, проверить, и мог бы, короче, встрять, ну, там, типа, в рюкзак, типа, пиво нагрузил, там, бутылку какую-то, там, за пояс воткнул, типа, прошел нормально, вот. Ну, и потом въебали этот, блядь, макаронавирус, локдаун, типа, и нам даже, типа, запретили, короче, выходить на берег, то есть не ставили ни трап, ни хера, все, никакого вот коннекта, типа, с местными, типа, там, передавали все бумажки, там, просто через сачок, вот, хавчик просто, там, закидали краном, короче, и... И, да, и, ну, типа, все, ну, что делать, ну, окей, типа, знаешь, ну, первый месяц нормально, там, второй, ну, уже такое, типа, ну, блин, хочется все-таки что-то ебнуть, короче, а тут еще день рождения, ну, типа, блин, ну, типа, день рождения, что-то, типа, не бахнет, там, короче, ну, индус, там, я в очередной день прихожу на вахту, включаю комп, у меня там уже, короче, там, пять вкладок, как приготовить, типа, виски в домашних условиях, там, как, типа, там, то, как это, короче, ну, у меня сразу, типа, мысль, это только один человек, который мог это, типа, там, начать искать, это наш электромеханик-индус, короче, тоже молодой пацан, там, вот, и он же, там, как раз, там, через часик приходит, типа, на рабочий день, там, типа, секонд, секонд, типа, я знаю, ты можешь, короче, ты все умеешь, я такой, ну, конечно, я все умею, правда, я никогда этого не делал, ну, типа, у меня отец, типа, там, занимался самогоноварением, типа, ну, я наблюдал за процессом, ну, плюс интернет тебе в помощь, типа, открыл, почитал, как, что, ну, типа, просто самогоноварить мне было неинтересно, я решил, типа, забомбить какой-то, типа, типа, ну, так как мы работали, так, карибский бассейн, типа, решил забомбить какого-то, типа, карибского рома, пиратский, типа, напиток, вот, ну, и, типа, что делать, давай же там читать все, ну, там, написано было, что, типа, нормальный ром вы по-любому сами не сделаете, потому что там очень сложная, типа, рецептура приготовления, то есть там нужны специальные чаны, все это, вот, изображение, там, перегонки, короче, ну, можно сделать, типа, похоже, типа, на продукт, вот, мы собрали этот, ну, как, самогонный аппарат, там, из, типа, такого, как, кухонный самовар, ну, типа, не старинный этот самовар, просто такая, как кастрюля с электрическим тэном, типа, который, вот, сварили, там, типа, холодильник из трубы, и внутрь, там, красномедная трубка, короче, спираль, там, закрутили, все, типа, подвели охлаждение от опреснительной установки, там, там, просто растягивались шланги, короче, и кислородные, сварочные, там, через все машинное отделение, короче, ну, вот, причем, ну, типа, брагу мы поставили на ананасах, типа, нарубили, там, 5 кило ананасов, там, добавили дрожжей, все, короче, там, на неделю заквасили это, это все отбродило, короче, ну, потом, даже все, загрузили, давай, там, короче, облепили тесто, там, чтобы не сифонило, там, на шпильках, короче, там, стянули этот, короче, самовар, чтобы там нигде ничего не пропускало лишний раз, двойная дистилляция, все по правилам, там, типа, первый перегон, потом, типа, это все, что собрали, там, головы отделили, хвосты отделили, взяли, типа, самые, типа, центра, потом, короче, вторая перегонка, это все разбавляется, типа, с водой, перегоняется, то есть, ну, и вот чистого продукта у меня получилось где-то порядка 3,5 литров, это 20 литров, типа, вот, браги, да, типа, ананасовой, на вкус она, конечно, не была, как ананас, короче, ну, типа, такой отдаленный ароматик был, ну, и я же там, типа, насчитавшись, там, как это дальше довести до приближенного арома, типа, туда добавил, короче, там, жженый сахар, ну, типа, как карамель, тростниковый сахар, там, корицы, гвоздички, мускатный орех, цедра апельсина, короче, ну, там, всяких ништяков, и вот это, на меня настаивалось еще где-то 2 недели, ну, в идеале оно должно постоять было бы пару месяцев, то есть вообще там, чтобы нормализовался этот вкус, ну, время не было, потому что день рождения, типа, и вот за 2 недели, короче, там, постоянного еще взбалтывания, то есть, чтобы оно все там равномерно распределило это все, ну, у нас получился не херовый ром, на самом деле, вот, я его когда принес, причем, там, я сделал фирменную этикетку, там, типа, если надо будет, я тебе там тоже фотографии, ну, типа, там, я собрал, типа, несколько картинок, там, потом взял, там, в пейнте, там, отдельные шрифты, там, короче, это все там скомпоновал, на крафтовой бумаге напечатали, короче, там, ром, там, на ананасах, 20-20, там, череп с костями, короче, ну, все как положено, пиратские напитки, там, типа, сделан в Гаяне, рожден в машинном отделении, типа того, короче, вот, и просто я когда принес, ну, мы там собрались, типа, топ-офицерами, я старший механик и старший помощник, там, капитана мы не звали по своим причинам, вот, ну, потому что, как бы, ну, не стоило, типа, это, оглашать, типа, на весь список, вот, электромеханик к тому времени наебенился браги, потому что я еще сделал, типа, для рядовых, там, канистрочку по браге, они все убрались, типа, этой браги, ну, вот, весело было, короче, днем они все поднакидались, короче, пока мы, там, стендбай, типа, болтались, ну, а вечером мы собрались, вот, это, втроем, типа, и раздавили, типа, первый пузырь, где-то 0,7 было, причем она ушла, просто, там, минут за 20, после первого стополя пацаны просто на меня посмотрели, такие, типа, что это, типа, да, вот такой, типа, первый раз здесь, да, да, типа, сам сделал вот это, да, ни хера себе, и я побежал сразу наливать второй, короче, там, типа, ну, и вот, за ночь мы убрали 3,5 литра на троих. Больше не делали? Больше не делали, нет, это была такая, разовая акция, потом я разобрал этот самоводный аппарат, короче, все там, просто, ну, типа, вот, хотелось, чисто для себя, потому что у меня, короче, есть такой прикол, я каждый свой контракт, я делаю какой-то, типа, вот, проект, ну, типа, для себя, прошлый контракт, короче, ну, типа, помимо того, что, там, типа, ну, спорт, это я не считаю проектом, ну, типа, я, там, начал, типа, там, воркаутом, типа, там, увлекся, ну, слишком, короче, увлекся, блин, что-то, короче, под конец уже, типа, немного развалил плечо, и, вот, прошлый контракт я, типа, решил ничего не делать, потому что, блин, прям, ну, болело, типа. Больше не обвешивал за целями, да? Да, ну типа, не, на самом деле, типа, в планах это вот сейчас пойду в рейс продолжу, но просто вот именно последний контракт я решил, типа, тормознуть, потому что, ну, реально прям болело, то есть ты двигаешь, короче, рукой, и она вот хрустит, и как будто точечный вот такой, знаешь, как гвоздь тебе забили где-то в плечо, и вот она болела. И вообще, ну, типа, вот прошлый, я же говорю, позапрошлый контракт, ну, прошлый это был, типа, самогонный аппарат, типа, позапрошлый, то я себе там выпиливал кастет из просто там куска, типа, старого клапана, короче, там, выпилил бронзовый, кстати, могу показать, он у меня с собой попозже, да. И вот каждый, короче, контракт я придумываю себе какую-то, типа, там, приколюху, типа, и вот занимаюсь, типа, там, делаю её. И я, типа, там, решил книгу написать. Ну, книга такая в стиле коллаж, то есть вот эти вот, знаешь, типа, как вырезки, короче, то есть там собирают картины, типа, коллажируют. Ну, вот я сделал такую, короче, написал книгу, причём это была такая тоже спонтанная херня, типа, я что-то сидел там, у меня висели часы на стене, они там то ходили, то не ходили, короче, причём жили там своей жизнью, знаешь, я их не трогал, вот они весь контракт там, то идут, идут, то там встанут, короче, не идут, потом опять, короче, идут. Батарейку не менял, ничего не трогал, вот они там сами себе жили, я думаю, надо их, короче, как-то оформить. Ну, уже китайские какие-то дурацкие часы такие были, типа, пластмассовые, думаю, надо как-то им придать вторую жизнь. Начал там, типа, выискивать в журналах, ну, типа, взял этот диск просто, ну, сидюшку, короче, достал механизм с часов, типа, вставил там, всё красиво прикрутил и решил обклеить просто этот, типа, диск, типа, временем. Ну, и начал в журнале просто выискивать там цифры, там, знаешь, типа, надписи, какие-то там около шести, знаешь, ну, либо там время, ну, либо такое, знаешь, там, вот. Ну, и так, типа, оформил и в процессе вот этого, типа, выискивания этих там цифр, всяких там надписей, типа, чтобы наклеить на эти часы, там начали попадаться какие-то слова, фразы, предложения, типа, куски текста, которые, вот, ну, начали собираться сами собой в какой-то текст, знаешь. Я их начал тоже вырезать, там, параллельно там с часами, не то, что клеить, я их просто начал собирать сначала, потому что, ну, типа, сразу вклеивать как-то, ну, типа, и вот я их там собирал, собирал, типа, первые три месяца у меня нёсся полный трэш, типа, в каюте, там, собиралась бандами, короче, там, иллюминаторы открыты, там, ну, типа, постоянно проветривание, ну, типа, там, воздух, все. Потом просто я, когда уже начал эту книгу там собирать, типа, по кускам, у меня там три стола уже, короче, там, типа, все в этих обрезках, Я их там потихоньку складываю, иллюминаторы закрыты, дверь вообще там открывалась вот так вот там еле-еле, да, потихоньку, чтобы там вдруг там сквознячком каким-то не дунуло, там, типа, все это не перемешалось, в гости уже никого вообще не приглашал, типа, вот, три месяца я собирал, короче, этот, типа, текст, потом еще месяц вклеивал его, короче, там, вклеивал эту книгу, там, потом скотчем, короче, там, ну, знаешь, одно из, одно из вдохновений на эту книгу было, короче, фильм Асса, если помнишь, там, у Африки была такая книга, которая в огне не горит, но в воде то нет, она такая металлическая была какая-то, или что-то, типа, и вот у меня тоже, знаешь, какой-то, типа, пошел такой прикол на эту тему. Ну, ты ее закончил, да? Я закончил, да, ну, это даже, ну, как, это не книга, это такой рассказ, короче, рассказ, какой-то психоделический получился, на самом деле, рассказ вообще, ну, типа, кто его читал, там, кто-то оставлял, типа, там, какие-то, типа, рецензии на это, кто-то не оставлял, кто-то просто, типа, говорил, что я дурак, короче, что это вообще за бред, а кому-то очень, знаешь, более таким артистическим личностям, как правильно сказать, каким-то творческим, творческим личностям она заходила, а какие-то, знаешь, которые просто там прямо мыслят, они даже не улавливали какой-то там одной мысли, типа линии в этом всём. За период своей работы ты во многих странах бывал? Ну, у меня практически вся Африка, Европа, ну то есть Северная, Южная, Западная Европа, и практически Африка вот вся по кругу. Где больше всего у тебя? Ну и вот последний контракт, это вот я первый раз попал в Америку, я не был в Азии, я не был в Австралии, в Америке вот ни в Северной, ни в Южной не был до последнего контракта. Самый любимый местяк из всех посещённых? Наверное, Хорватия и Греция. Ну вот Хорватия, Греция, вот эти вот страны, которые, они очень напоминают мне Крым. Которые нас отжались. Очень похоже, то есть и климат, и местность, типа вот. Нравится именно за природный ландшафт? Ну и люди, знаешь, они как-то вот, ну в Хорватии вообще практически, то есть, знаешь, мы приехали туда, даже не зная английского, ну типа вот, ты такой выхожешь там, типа там, на русском, знаешь, не подскажете, не подскажете, как нам пройти там, туда-то там, в центр. Мы вас не понимаем, зато мы вас понимаем, типа, говорите. Ну вот это прикольно, так, типа, знаешь, тоже. Ну в Англии понравилось. Ну, на самом деле, Европа, она очень прикольная, ну типа, по-своему. Северная Европа, она прикольна тем, что она очень, такая, типа, знаешь, зеленая, вот это Швеция, Дания, короче, это такие заповедные, короче, страны, которые там, типа, они свой лес не вырубают, они закупают, там, белорусскую, типа, березку, типа, там, питерский лес, там, я не знаю, какой-то, ну, типа, мы вывозили именно с Питера, с... откуда там еще... Ну, короче, у них прикольно тем, что вот зеленые страны, то есть там нет никакого, типа, тяжелого производства, чистые, типа, вот эти... Нисуа, Нинько Мумсоров, все это так, знаешь, цивильно. В Англии там свой прикол, типа, Англия мне вообще нравится, ну, типа, оттуда вышли все мои любимые субкультуры, типа, так, панки, рейв, типа, знаешь, рок-н-ролл, типа, футбольные фанаты, правая, типа, тематика, вот это все, короче. Там свой прикол, хотя, реально, когда я там побывал, вот, ну, причем мы приехали, это 2012, по-моему, год был, чемпионат мира по футболу, как раз Британия, типа, со штатами играли, я попал в английский паб, такой именно вот, трушный паб, типа, знаешь, я ни хера не понимал, что мне говорят. Типа, этот английский язык, хотя на тот момент я уже, типа, его знал, но вот, я пытался там с кем-то заговорить, и то, что они мне отвечали, я вот, ну, на 80 процентов я даже не понимал, о чем он говорит. Я говорю, блядь, ты англичанин? Английский учил вообще, блядь, в школе? Ну, типа, переехать хотелось бы куда-нибудь из Украины? Да. Навсегда? Навсегда, я думал об этом очень часто, типа, куда-то свалить была идея, там, свалить и в Штаты, короче, и в Европу куда-то, там, и в Грузию, там, знаешь, хотел тоже, потому что, ну, по стилю жизни, знаешь, я и так настолько дохрена путешествую, типа, я даже приезжаю с рейса, типа, я, ну, вот, находясь там в Николаеве, наверное, с отпуска, ну, 20-30 процентов времени, а все остальное время, типа, разъезжаю, там, если не по Украине, то, ну, если не за рубеж, то по Украине постоянно мотаешь. Ну, и мне, как-то, знаешь, уже, там, мысль отходит, типа, далеко на второй план, типа, потому что я могу позволить себе просто поехать куда-то, пожить там, типа, три месяца, или, там, месяц вернуться, вот, ну, и, типа, нормально, короче, и здесь, в принципе. А самые любимые места в Украине есть? Ну, ты же катаешься везде по Украине? Да, нравится мне очень Кимбрунская коса, это летом обязательно, если я здесь, это вообще must-have, типа, то есть, и причем это не выезд, там, выходного дня на два дня, типа, там, на одну ночевку, на две ночевки, то есть, если мы выезжаем, то есть, мы загружаем тачку, мы полностью, там, подготавливаем все, что нам надо, и едем туда минимум, типа, там, недели на три-четыре, короче, ну, типа, месяц, это вообще, там, ну, типа, вот, стандартная, короче, вылазка. Зимой, если, вот, ну, Карпаты, да, там, посещаю, люблю сгонять к друзьям в Тернополь, во Львов, раньше были еще в Харькове, но уже, короче, как-то нету. Кого, друзей? Ну, да, да, и Харьков такой, ну, мне не знаю, мне как-то, раньше я ездил туда, потому что там, типа, чуваки учились, ну, это еще во времена, там, студенческая, потом уже это все перестало быть, потому что вот туда они все вернулись, короче, ну, и как-то город сам по себе мне не очень, короче, заходит, тогда он особо не заходил, потому что он такой. Ездили на выезды, кстати, на концерты. Одесса, ну, Одесса летом, зимой, я прожил в Одессе два года, и так она мне, короче, и не зашла. Многие, типа, приезжают в Одессу и говорят, во, блин, это же город, в который я вообще всегда хотел, типа, жить. А я до этого, пока туда не переехал, она мне не очень, типа, была. И после того, как я туда приехал, два года прожив там, ну, типа, да, ну, летом прикольно. А наступает осень, зима, это вообще, короче, мрак. Ну, типа, делать там нехер. А сейчас ты где больше живешь? В Николаеве или в Киеве? В Киеве, что ж живешь? В Киеве, да. Ну, в Киеве, короче, я прожил пару месяцев, может, три, короче. Да, просто, да, приехал с этого контракта, типа, и как-то вообще пустился во все эти, ну, не то же во все тяжкие, а именно в разъезды по всему, вот. Из-за локдауна, так как ты не можешь выехать, типа, за границу, хотя у меня получилось вырваться, типа, я на месяц свалил в Испанию, мы на яхте с чуваками перегоняли с Пальмы до Майорки, короче, мы перегоняли яхту на Канарские острова. Вот у нас сам переход занял три недели, потом я еще завис на Канарах, типа, на неделю просто, типа, там, почилить. Ну, и переход, то есть, там, не так, чтобы, типа, три недели все время, типа, там, вот, чисто море-море, то есть, мы там заходили, мы зашли на Ибицу, мы зашли еще, там, Фарментер, ну, я не помню этих всех портов, то есть, там, в Гибрал, там, мы заходили, по Испании, по Континентальной было пару-тройку остановок, потом, короче, уже, там, по Канарам мы, когда пришли, там, это Канарские острова, это пять, по-моему, основных островов, и мы там прошлись, короче, по трем или четырем из них, то есть, там, где-то постояли просто в бухте, где-то зашли в марину, постояли, вот. Ну, у меня получилось вырваться просто по той причине, что, типа, у меня есть паспорт моряка, короче, ребята, которые организовывали, типа, эту регату, так сказать, они могли выслать какие-то документы, на которые я мог, якобы, опереться при вылете, типа, при пересечении границы, потому что, так как моряк, типа, для туристов Европа закрыта, но по работе, если, ну, типа, моряков не имеют права при смене экипажа задерживать, меня просто вписали механиком, и, ну, как бы, это не было наебалово, я, как бы, ехал туда членом экипажа, я конкретно там, мы стояли в вахту, мы, типа, блин, перегоняли эту яхту, то есть, то есть, было наебалово 50 на 50, в чем-то мы, конечно, ну, типа, прокинули законы, в чем-то, конечно, ну, типа, оно так и было, то есть, просто у меня был паспорт моряка, и при пересечении границы я подал судовую роль, у меня был паспорт моряка, и была еще пачка документов, то есть, это контракт на яхту, чартерный контракт, ну, там, куча всяких еще там нюансов, бумаги там, то есть, как такового, типа, ну, и вот, таким образом, да, получилось, типа, свалить на месяц, а потом, типа, да, по Украине, Тернополь, на недельку заехал, в Киеве, там, пару месяцев, ну, короче, так, типа, приехал, погостил, заебал, типа. А дом у тебя в Николаеве? Ну, дом в Николаеве, ну, это даже не дом, родительский дом в Николаеве, а в Николаеве у меня есть гараж, вот, где, типа, он, как мой гардероб, типа, там, есть зимние вещи, летние, осенние, весенние, машина, мотоцикл. Все здесь? Все здесь, я приезжаю, по сезону переодеваюсь, беру то, что мне надо, типа, там, зима, горы, сноуборд, взял, оделся, поехал, типа, надо машина, там, взял машину, надо мотоцикл, типа, лето, весна, там, тепло, поехал, катаюсь, то есть, ну, это такой, типа, кочевнический образ жизни. Не возникало желания осесть и заняться чем-то здесь? Это у моей мамы возникает постоянно это желание, чтобы я купил где-то квартиру и заякорился. Я отвечаю просто, ну, типа, я до сих пор не определился, где я хочу жить, и хочу ли я где-то вообще жить. Вот, ну, типа, меня устраивает мой образ жизни, то есть, я пожил здесь, я поехал, пожил там, я приехал в гости, типа, там, потусил на вписке, короче, и вижу, что уже начинаю кумарить хозяев. Ну, все, ладно, ребята, я поехал дальше, там. Куда ты приезжаешь, там, типа, настолько тебя рады видеть, что просто, там, типа, говорят, не, чувак, типа, там, давай ты еще поживешь, там, пожалуйста. Я говорю, да не, не могу, мне надо ехать. А куда ты приезжаешь, типа, все там, вааа, Патрик, привет. И уже на следующий день, ебать ты заебал. Тебя уже так много, говорит. Николаев, у нас сегодня такая передача про город. Места, которые тебе здесь нравятся, в плане посидеть с друзьями, отдохнуть. Раньше было отличное заведение, вот, Патрик. Потом все его основатели и став, изначальный, который там был, они оттуда ушли. Заведение сговнилось. Я, ну, был там, заезжал пару раз, но уже, типа, не та атмосфера, типа. Есть, ну, California Republic, куда я периодически захожу. Ну, в этот раз просто из-за того, что меня мало в Николаеве, вообще, ну, я так, постойку, поскольку туда заглянул. Шоп-бар, ну, опять же, сейчас из-за локдауна, ну, его закрыли. С вкусным пивом, то есть, ребята, типа, мои друзья варят, типа, мне очень нравится. Люблю просто по набережной, короче, потусить где-то даже так, типа, присесть. Взять пару сосисок, знаешь, типа, там, бутылку пива. Просто там, насобирав каких-то веток, пожарить, посидеть на набережной где-то в районе... Лагерное поле там. А, да, вот, ну, лагерное поле, да. А, 2020 год, да, вот этот год такого постоянного какого-то, как ты говоришь, макарона... Барановируса. 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 А, что он у тебя отобрал и что он тебе дал? Эм, отобрал... Да, по сути, только время, знаешь. Ну, типа... Время, то, что ты... Время, да, которое вот я реально, типа, завис там на десять месяцев. Ну, как бы, не конкретно в двадцатом году, ну, типа, в двадцатом восемь, получается. Или семь. Август, это восьмой месяц? Да. Восемь. Вот. А, дал, ну, типа, возможность заработать денег и открыть, типа, вот для себя возможность стартануть, типа, какой-то минимальный бизнес на суше, потому что, ну, типа, всегда, знаешь, когда ты приходишь с рейса, у тебя есть какой-то, типа, капитал, но недостаточно для того, чтобы что-то начать. Ну, либо, типа, я просто не такой бизнесмен, чтобы понимать, короче, сколько денег надо на какой-то бизнес. Ну, я просто вообще не, как бы, у меня нет вот этой бизнесменческой, короче, жилки, то есть я больше, короче, рабочий класс, то есть я привезу. Сейчас у тебя есть какая-то... Да, мы замутили вот с Димоном общий проект, пивмен, который они открыли здесь, два в Николаеве, под вот эту шоу-брауэри, да, типа, мы с кем открыли два магаза в Киеве. Один в Комфорттауне, один как-то там район. Ну, где-то еще в Киеве, да? Да, да, где-то еще в Киеве, я просто не помню, до сих пор не могу запомнить, что это за район. То есть теперь ты пивмен? Ну... В какой-то... Да, да, ну, типа, я выступил инвестором, но еще и продают, да? Ну, типа, надеюсь, короче, что проект выстрелит, типа, просто хочется, знаешь, ну, типа, не хочется работать всю жизнь в море, потому что, ну, вот, глядя на многих моряков, которые, типа, там... Понятно, что можно вкладывать, типа, в квартиры, знаешь, типа, можно накупить себе, там, две-три-пять этих квартир, сдавать их, ну, окей, там, выхлоп с одной квартиры, ну, даже в Одессе, если взять, там, типа, вот, у меня ребята там живут, снимают, ну, 500-600 долларов, типа, в месяц ты, типа, имеешь с этой квартирой. Ну, это квартира, там, уровня люкс, то есть, чтобы купить и сделать такую квартиру, тебе надо, короче, там, ввалить в нее сотен баксов, то есть это с покупкой, с ремонтом, а может, и больше, знаешь, может, там, и 150, короче. Это кадоровские вот эти дома, типа, свечки, вот эти, причем, которые мне вообще абсолютно не нравятся, ну, это, знаешь, типа, двухкомнатная квартира, вот, если сравнивать, типа, советские, знаешь, типа, у тебя двухкомнатная квартира, ты зашел, у тебя коридор, кухня и две комнаты. То там ты заходишь, у тебя просто вот такой куб, в котором угол один огорожен, блядь, гипсокартоном, с какой-то, типа, шкаф-купе, знаешь, такой дверью, блядь, это вторая комната, а первая, типа, это, ну, вот, которая, где у тебя и кухня, и, типа, и вторая комната, и, блядь, студия. Короче, ну, это, ну, они мне не нравятся, ну, это дебилизм, говорят, это не квартиры. В Киеве я смотрел, типа, тоже думал, может, взять себе, короче, квартиру в Киеве, знаешь, ну, там есть, типа, вот эти, смарт-квартиры. Кто, блядь, их строит, и для кого, ну, типа, где вот эти, знаешь, там, овальные дома, короче, там, круглые дома, где у тебя однушка, это, блядь, вот такой, знаешь, типа, остроугольный треугольник, типа, 20-25 квадратов, и вот, ну, типа, я начинаю, там, знаешь, думать, говорю, окей, ну, вот у тебя этот, блядь, треугольник. Какую мебель, блядь, в нее покупать? Треугольную, блядь? Что в этот угол, блядь, вот унитаз поставить с дверью, блядь? Как вообще в ней можно жить? Ну, типа, блядь, я не понимаю, ну, типа, знаешь, и у тебя там еще должна быть и кухня, и кровать, и, ну, типа, и все, вот, блядь. Ладно, ну, типа, старые, там, вот эти, хрущевки, да, ну, ты зашел, у тебя там кухня, ну, пусть она даже, блядь, там, 5 квадратов, но это отдельное, типа, вот, помещение. Там, коридорчик какой-то небольшой, ну, и вот отдельно у тебя комната, там, и санузел там тоже отдельно. А тут же, блядь, вот, что в этот треугольник засунуть? Ну, типа, вот, я же говорю, просто, ну, я не понимаю, ну, поэтому, как бы, я отошел от идеи, там, что покупать какие-то квартиры, знаешь, там, вкладывать деньги в это, короче, потому что, ну, типа, имея, типа, даже, там, 4 квартиры по 500 долларов, ну, типа, 2 тысячи, ну, это, ну, окей, ну, типа, сколько потом ты еще на ремонт, это тоже там, типа, все это, короче. Изнашивается. Поэтому, как бы, хочется на будущее для себя уже, ну, какой-то, там, минимально сформировать бизнес, не бизнес, ну, какой-то, вот, проект, который будет тебе в будущем приносить прибыль, хоть минимальную, знаешь, ну, типа, ну, как минимальную, хотелось бы, конечно, и максимальную, типа, типа, как, знаешь, а то не грозишь ному централу, там, сколько ты хочешь зарабатывать, типа, 1 миллион долларов, ну, вот, ну, и... Ну, тут ты думаешь дальше по этой сети продвигаться? Ну, вот, если, да, если это все хорошо, вот, если это стрельнет, было бы круто, конечно, сделать сеть, вот, и развиваться именно в эту сторону, ну, типа, там, чтобы, знаешь, к 40, короче, уйти с морей, и, там, на прибыль от этого, короче, вот, открыть какой-нибудь свой, там, может, гаражик, знаешь, там, кастомный. Все равно хочется, да? Ну, нет, понятно, что ты, типа, блин, знаешь, сидеть просто, там, ковыряться в носу, или, там, чилить просто на пляже, наболить, типа, тебе все равно, рано или поздно, короче, тебе, ну, это заебет, ну, ты не сможешь, там, ни хрена не делать, знаешь, даже, вот, ну, типа, я слежу, там, знаешь, за какими-то блогерами, которые, типа, путешественники, которые, там, постоянно куда-то ездят, они говорят, оно уже приедается настолько, эти страны, короче, да, там, поначалу это круто, а потом оно уже кумарить начинает, то есть, даже если, вот, ну, типа, ты ни хрена не делаешь, просто путешествуешь, оно, рано или поздно, тебя тоже начнут кумарить. А гаражик, чтобы что-то собирать, как свое влечение, либо что-то ремонтировать, как, типа, автосервис? Да нет, ну, что-то, типа, знаешь, кастомить, нет, автосервис нет, типа, кому-то, что-то там, ремонтировать машины, типа, нет, именно, там, взял какую-нибудь тачку и под проект ее, там, запилил, Ну, хоть рот какой-то, хоть рот, да, там, из зела какого-то старого, там, я взял какой-нибудь, там, мотоцикл, там, тоже что-то, я из него собрал, какую-нибудь прихолюху, да. Вопрос соцсети, ну, в наше время это, пиздец, как актуально, да, все стараются в них быть, светиться, себя показывать, ты личность, ну, пиздец, какая яркая, а с соцсетями все, как бы, туго. Да, не хватает на них времени, или ты, или тебе? Не, я от них морожен, максимально, знаешь, я могу в них завтыкать, типа, смотреть, там, на кого-то, там, знаешь, типа, но себя популяризировать в них, типа, я, как-то, вообще, не стараюсь. То есть, я могу выложить, там, фотографию, блин, раз в год, где-нибудь, там, на скамейке. Ну, типа, да, да, следящий за проститутками, такая, типа, бля, я за вами слежу, говорит. Ну, то есть, никогда такая мысль вообще не посещала, там, что-то... Смотри, вот, мы поехали даже вот в эту же, короче, ирегату, да, яхтину, все же там, ты шо, там, закаты, там, эти парусы, там, тунца поймали, там, сфотографировали, вышли на берег, там, там, у меня есть эти фотографии, ну, там, парочка, короче, то есть, знаешь, может, со всего переходим, там, пятерку я наберу эти фотографии, но я их нигде не выложу, мне просто, типа, лень, или что, я не знаю, может, я, короче, там, держу эти фотографии на какой-то, там, определенный период, времени, значит, может, в рейс пойду, будет, там, скучно, я такой, а, ну, окей, там, я смотрю, там, посмотреть, ну, там, повыкладываю, короче, потому что есть, типа, знаешь, такая коллекция фотографий, которые я, там, о, типа, сфоткал, крутая фотка, выложу в Инстаграм, и вот она, там, уже второй, там, третий год лежит, типа, я ее, там, до сих пор, типа, там, выкладываю. А может быть, это еще связано с тем, что, например, смотрим, ну, большая часть людей ведут в Инстаграм, как, знаешь, хвастовство. Даже не хвастовство, а, наверное, показать самим себе, какие они могут, какими они могут быть охуенными, то есть, это, ну, типа, тот ты, о котором, как бы, ты мечтаешь, Ну, типа, маска такая, да, можно, типа, короче, а у тебя, в принципе, оно, как бы, вроде все есть, и, типа, нахуй, зачем что-то там делать, да, типа, ну, надо наслаждаться, вот, сейчас, ну, да, вот, в жизни, нежели, там, Типа, я, кому-то что-то показывать, и, типа, комплимент, да, типа, вот это ты круто, типа, там, отдыхаешь, типа, да, ну, типа, ну, и что, я, типа, вчера еще круче, знаешь, ну, типа, просто не показал вам. Я понял. В какой-то момент мне, типа, вот, кореш там, даже, короче, предлагал замутить, ну, просто я могу, короче, знаешь, там, в пьяном угаре, там, начать так круто веселиться, что, говорит, ну, типа, чувак, говорит, тебе надо просто, говорит, ты идешь бухать, говорит, вот сюда, блядь, гоупроху цепляешь и на онлайн ее, его, и, типа, нормально, можно, короче, пилить контент просто вот пачками, говорит, каждая твоя какая-то, типа, вылазка куда-то, говорит, это нормальная движуха, можно, типа, вообще, там, срывать. Бонус, типа, я говорю, да, было бы неплохо, но у меня гоупрохов, он валяется уже пятый год, короче, я не включал, просто, типа, где-то в шкафу мне подарила бывшая жена, типа, ну, блядь, класс. Я как-то попользовался ей. А твой отдых, когда ты приходишь с рейсов сюда, да, ну, там все равно не хватает какой-то алкоголя, да, каких-то впечатлений, чего-то еще? Ты сильно угораешь по алкоголю или все вместо алкоголя, какие-то поездки, да? На самом деле все это совмещаю и могу даже в поездках нормально, короче, угорать, типа... Не бухать? 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 Могу... Очень бухать. Можешь... Могу не бухать, типа, да. То есть легко, да? Ну, типа, да, как бы, ну, все зависит от поездки, ну, типа, от формата этой поездки, знаешь, типа, если это какой-то культурный отдых, типа... Ну, не заводишься так вот, прям, знаешь, то, что сорвался и прям не можешь остановиться, несет. Бывает. Бывает, да, что ручник, типа, не срабатывает и... А если пивной бизнес? Ну, вот, кстати, после новогодних праздников я решил, ну, да, я сам себе такой, знаешь, типа, надо вот, типа, сбавить, короче, ну, просто вот, хотя бы сделать это подконтрольным. Потому что, ну, типа, бывало очень часто, что, короче, вот, реально стопор не срабатывает и несется до блэкаута, знаешь, вот, пока, типа, не вырубит. И, причем, ну, типа, вырубить можно в любом месте. Ну, типа, где не ляжь, там и пляж. Вот. Ну, и все-таки решил, короче, для себя, что надо, типа, сбавить обороты и Скрепкин вообще, ну, типа, так, серьезно сбавить. Ну, пива это... я без пива не могу. Блин, я его бухаю с трех лет, наверное. Ну, не то что я его бухаю с трех лет, типа. Но, вот, я в детстве, блин, попробовал. Да, попробовал. Не то что... даже попробовал, блин, там... Когда батя приносил, знаешь, вот, это, типа, бочковое это пиво, там, вот трехлитровый банк и заносил. Если я видел эту банку, короче, им просто мама, говорит, меня начинало, типа, там, трусить. Пока я там глоточек не сделаю из нее, знаешь, тогда я, там, сморжился, успокоился, там, побежал заниматься своими делами. Я так понял, что может дрожжей пивных не хватало в детстве для развития мозга, но пиво для меня это да, иногда бывает вместо чая, то есть я могу прям утром, могу прям весь день. А давай последний вопрос, ответ твой. Самая прикольная история, наверное, за всю твою работу именно из рейса, который тебе сейчас приходит, который сразу вспоминается, помимо вот этого сногонного аппарата. Я понял, это не прикольная история, на самом деле. Это, короче, как... Если эта мама будет смотреть, мне пизда. И на нас напали, короче, гаянские ниггеры, и засадили мне нож в шею. Ну да, хотели просто отжать у нас там телефон, лавэ. Веселые, что ли? Веселые. Ну, типа, вот меня вольнули, у меня, типа, подъехала тачка, короче, сзади, причем там погашенные фары, они там, может, даже подкатились. Ну, типа, не обратили мы на это внимание, мы шли там себе общались, опять же, с этим индусом-электромехаником, короче, вышли купить сигареты. Ну, типа, шли-шли, свернули просто на улицу, которая, типа, ну, улица, как улица, знаешь, типа. Потом уже, когда меня в реанимации зашивали, типа, знаешь, как в этом, в Брод-2, когда Бодрова, типа, отпиздили, ниггеры, короче, сутенеры, там. Я говорю, да я шо, я вышел, ну, дома посмотреть, там, красивые, знаешь, типа, я ж не знал, что у вас не везде можно ходить, я говорю, у нас везде можно. Ну, и, блядь, и там, точно там, блядь, стоит этот негр, блядь, офицер, блядь, записывает, типа, показания, там, что ли, говорит, ну, у нас, типа, не везде можно ходить, я говорю, тут людей нет на улице, там, блядь, ходить нельзя. Да, да, где есть люди, там, говорит, можно ходить, блядь, а как он, говорит, выглядел, блядь, я ему хотел сказать, ну, блядь, такой же, как ты, блядь, только без, блядь, мусорской формы, ну, и, да, типа, подлетели два, короче, выскочила из машины, типа, там, один еще, блядь, двое, там, сидела в тачке, короче, типа, ну, уже там, на старте, чтоб сваливать. У электрона дернули, короче, телефон, лопатник, короче, у меня деньги были в кошельке, ой, не в кошельке, в кармане, но у меня, блядь, из-за того, что карманы там по колено были, короче, он просто, видно, не дотянулся, знаешь, он, блядь, схватил, блядь, машет, там, чуть ли не мочит, оно таким ножом, знаешь, типа, у тебя перед лицом схватил меня, типа, за одну лямку рюкзака держит, вот это, блядь, это все, ну, это реально, там, секунды, блядь, то есть, я понимаю, что, ну, типа, там же, блядь, мозгов нет, ты знаешь, не наши гопники, которые, типа, тебе, блядь, там, отпиздят, там, что-то заберут, ну, типа, там, другой формат, он тебя, блядь, зарезает, нахуй, а потом забирать уже с тебя, там, с мертвого, всю хуйню, потому что филиппинцы так и говорят, у нас, типа, вообще, там, могут со стволом подойти, или с ножом, там, знаешь, завалят тебя, а потом уже, типа, тебя будут грабить, типа, ну, чтобы не напрягаться, что ты ему, там, дашь, пизды, там, в ответочку, знаешь, типа, начал, типа, сопротивляться, потому что, блядь, у меня перед лицом машут, блядь, ножом, знаешь, ну, типа, не ту же, типа, мне хотелось, там, с ним махаться, короче, я просто, ну, типа, из-за того, чтобы он меня не порезал, я начал, типа, отходить назад, 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 он держит этот рюкзак, срезает одну лямку, уже начинает сдергивать, тут подъезжает сзади тачка, короче, вторая, ну, типа, там, начинает сигналить, мигать фарами, короче, и в этот момент он меня просто полосует, типа, по шее, не знаю, для того, чтобы я, может, ничего не делал, хотя я в этот момент уже хватался за свой нож, мне хотелось его уже засаживать, короче, ему по ч вот и подъезжает сзади тачка начинает мигать там все а там сидела семья просто они короче решили их спугнуть эти типы прыгают в тачку и сваливают они мне машут типа давай-давай типа залазь типа я хватаюсь за шею понимаю что типа у меня порез да типа я просто затыкаю пальцами эту дырку короче прыгаю в тачку они говорят типа все вернее я им говорю типа меня порезали они типа не парся все мы типа едем сейчас сразу в больничку короче меня привозят я что-то доеду думаю блять хоть бы не артерия знаешь типа все меня привезли там чик чик наложили повязку там какую-то посмотрели ну типа блять все типа не парся не артерия все нормально ну типа там юха тепла ну такое короче приятного мало знаешь когда ты думаешь блять неужели вот сейчас и где-то в жопе мира я же тут еще и сдохну типа блять ну и когда меня уже там начали типа уже там возить там на рентген чтобы посмотреть там что-то там типа всю эту херню там шоу как они типа такие ну положили меня там сейчас жди и скоро тебя там будут зашивать а народу тоже там дохерищу знаешь типа блять хотя это блять уже к полуночи было там если не за полночь типа время и я говорю блять главное мы к шести ну типа успеете типа а это шо такое шесть на вахту блять я переживаю мы можем съебаться опять ну типа туда на буровую типа у меня времени нет ну типа да да не переживай ну все окей тогда тогда ладно раз уже не сдохну тогда хоть на вахту успею нормально ну да типа вот это интересная история ну типа как она интересна но не 8 а если будет смотреть мама если мама будет смотреть даст мне пизды давай напоследок проведем конкурс для подписчиков для тех кто смотрит этот ролик плюс я сейчас начал закидывать это на фодкаст ну так что ребята оставляйте комментарии комментарии с вопросом патрику каким-нибудь интересным нестандартным оригинальным вопросом этому человеку чтобы вот чтобы ему понравился ваш вопрос и было желание мне понравилось если не понравится я вас приду джей молчаливый попка в конце финала со списком этих вопросов проедусь по всем адресам подарок вот там из последней поездки там ездили мы на новый год в турцию вот такая вот шоколадочка улькер из детства и вот такой вот психоделический подстаканчик на 1 2 место до за 1 2 место за 3 ну я вам скажу спасибо спасибо за вопрос ну собственно все спасибо за то что зашел в гости тебя очень сложно поймать с новым годом с новым счастьем первый выпуск этого года я уже будет такой счастливый даст классный старт и за этот год в этой студии побывало много прикольных можно больше дать ей до наших николаевской да этот проект чисто такой николаевский культа показывает костяк